Супруги Костины по-хозяйски осматривают свои новые владения. И хотя новоселья ещё не было, они уже знают, где будет стоять каждый предмет интерьера. Раньше они жили в бараке 1935 года постройки. Мало того, что дому почти 80, так и места в квартире катастрофически не хватало. Теперь же по специальной программе переселения из аварийного и ветхого жилья семья получила трёхкомнатную квартиру. Их дети уже давно живут отдельно, так что все 68 квадратов в их полном распоряжении. Переселение. Супруги ждали всю сознательную жизнь. Конечно, ждали очень долго. Дождались этого, как говорится, подарка на Новый год. Квартира хорошая, нас это всё устраивает. Хорошо, постараемся переехать уже. После Нового года отпраздновать на своем месте, а после Нового года уже переехать в эту квартиру. Посёлку Смоленинова в наследство досталось 10 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Долгое время эта проблема никак не решалась, но в этом году в крае заработала специальная программа. Первой ласточкой как раз и стал вот этот дом, который построили по индивидуальному проекту. Скоро сюда переедут 30 семей. Самое главное, что наши жители верят, что придёт время, когда все люди, проживающие в аварийном жилье, будут жить в конце концов в благоустроенном жилье, в нормальных человеческих условиях. Вообще программа по переселению из ветхого и аварийного жилья в Приморском крае идёт по графику. За этим пристально следит губернатор Приморского края. Ежемесячно Владимиру Миклушевскому докладывают о ходе строек. В этом году уже построили 13 домов. К маю их появится почти втрое больше. Первое полугодие из 49 домов ещё построить 36 и данную программу закончить. Вместе с тем мы начнём сразу программу с января месяца 2014-2015 года. Это тоже программа обширная. Но 2015 год не станет окончанием социально важной работы. Край и дальше будет участвовать во всех программах, которые позволят приморцам получить новые квартиры взамен ветхого жилья. До 2017 года жильцы более чем полусотки домов обзаведутся новыми квадратными метрами. Александр Шедловский, Павел Михайлов и Александр Бугаков. Панорама. Продолжение следует...